друзья всем привет сегодня индейки 30 дней но взвешивать мы ее не будем неожиданно а смысл какой взвешивать индейку каждые 10 дней она у нас будет здесь до 4 с половиной до 6 с половиной месяцев поэтому еще у нас есть табличка где веса ну с чем сравнивать соответственно до указанная понедельно поэтому ближайшее взвешивание давайте мы с вами проведем 7 и 5 на 5 недель в 35 дней правильно читал 35-75 я плохо учился вот значит смотрите что мы сейчас по индейке вам расскажу в этом ролике мы вам расскажем по пропойкам значит пропойки какие мы делали со 20 по 30 день значит 20 по 30 день чего ты смеешь индейцы пропойки так смотрите значит 20 по 30 день я что давал я давал если лен один раз с расчета 2 миллилитра на литр воды и давал амин и витал амин и витал я давал значит три раза еще два раза я дам так он он у нас идет сейчас дай бог памяти два миллилитра на 10 литров воды я давал с до 2 с этого расчета то есть получается 0 2 миллилитра на литр воды так что еще а еще аквадетрим сейчас вот начал 30 дня я давать аквадетрим 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 даю для того чтобы ракушка кальций который я вот насыпаем в кормушке вот вот такую фракцию добавляешь до начал чтобы кальций усваивался хорошо кальция блин много не бывает на надо да в общем поддержать чтобы ноги я насыпаю в кормушке просто если насыпать отдельно кальций а птица есть не хочет поэтому я насыпаю в кормушке и в воду добавляю аквадетрим срачи из расчета 3 капли на литр воды вот больше ними не вижу смысла там тот рекомендую давать 9 даже капель но мне кажется потому что если почитать инструкцию там для детей дают одну-две капли ну а куда столько людей вот значит по срокам как давать вот знаете не заморачиваясь вообще не вижу никакого смысла вот там пишут про пойки до всякие вот 18 день вы даете если лет а если вот его дать в 20 что изменится на мой взгляд ничего не изменится вот поэтому вот смысл соблюдать вот такие последовательность проходят есть на мой взгляд только при даче там витома после антибиотиков то есть не нужно давать сначала витом потом антибиотики надо именно сначала там антибиотики если вы их даете а потом витом а касаемо всех вот таких вот витаминок там и так далее плюс минус несколько дней я не вижу смысла но по срокам конечно там важно там допустим вот в районе 20 дней я даю да что для бройлеров но бройлером даже бывает позже вот но и я сейчас дал кожу вот 20-30 вот потому что сейчас мне дать его проще пока они у нас зависли в клетках так как на улице холодно мы не можем их перевести в их постоянное место проживания до до забоев и они у нас летятся вот в таких устисленных условиях плохо конечно им тесно все но вот здесь мне проще дать им сейчас все эти витамины все эти препараты чем потом там где-то на улице значит антибиотики метро недозол фурозолидон там вот это все мы не давали до их ополе мы не давали как ци диастатике тоже не давал потому что не вижу смысла есть смысл давай как ци диастатик на мой взгляд когда уже птицы пойдет по земле и все остальные препараты если потребуется вот а такой момент значит смотрите в прошлом году мы столкнулись с такой вещью как понос у некоторых особей вот всех нормально да в общей массе а вот 23 дрестунчика которые жидким пометом ходят вот что мы с ними не делали прошлое лето вот так они до самого забоя у нас и были дрестунчиками ничего не помогало и нам писали тоже комментарии что были такие же проблемы и вот что не что там им не давали все равно проблему это не решили как я понимаю это вот такая особенность у некоторых особей да вот такая особенность пищеварения и поэтому я думаю что не стоит так сильно заморачиваться если вы увидели одну-две особи внутри что-то вот на состоянии их смотреть на состояние то чтобы они были не грустные адекватные веселые ели пили да и все и еще такой момент вот у нас клетки была сажена 2 индюшонка отдельно и я заметила такую особенность там нападу не очень хорошо это было видно помет нормальный сформированный без проблем раз утром прихожу такая вот лепешка лепешка до жидкая опять поймет нормальный потом раз закажу там через день нормально мой потом раз проскакивает лепешка то есть периодически не знаю чем это связано вот у этих наших обитателей есть такие проблемы с пищеварением может это вообще не проблема может быть это не проблема особенность да вот игры прошлом году была такая у нас неприятность мы с ней боролись и так и не поборолись поэтому я буду не буду паниковать если так тут у меня один поносит как бы да не буду тяжелую артиллерию сразу применять посмотрю понаблюдаю и хотим вам рассказать об ошибках которые мы допустили уже с этой птицы чтобы не допускали эти ошибки вы так и показать вот этого индюшонка смотрите на него видите у него повреждена шея очень сильно повреждена в общем рано глубокая рано серьезная но уже на стадии вылечивания так скажем эту рану но изначально нанес практически он сам себе его укусил комар когда я открывала брудер оттуда вылетали периодически стаи комаров в общем на это я не обращала особого внимания но оказывается они достаточно серьезно могут покусать птицу обычные весенние комары каких совсем немного на улице сейчас никто от них не страдает но птица она очень горячая на нее прям прям слетаются толпами вот эти вот кровососущие покусали короче его и он стал чесаться я видела что он чешется но не придавало этому особое значение расчесал он свой затылок до достаточно серьезной ранки такой которая начала кровоточить но конечно то что сейчас вы видите это сотоварищи в общем доделали это этот момент причинив ему можно сказать практически летальную рану то есть просто она слава богу была вовремя замечена или не вовремя надо было раньше замечать вот такая вот травма дырень заклеить нельзя склеить нельзя я вот знаете как думаю есть такой такое средство как степлер типа того только для как это называется скобы накладывать на раны вот и вот я думаю такое средство вообще наверное надо потому что подцепить бы вот этот вот ползший затылок ему конечно не мешало бы еще одну секунду покажу чем лечим левомиколь обычная мазь именно с антибиотиком она потом пентавит понятно да в клюв баниоцин это присыпка кстати лечащее вещество это всем нам знакомый бацитроцин именно он антибиотик который в этом порошке тоже содержится для присыпания ран белый заметьте сразу скажу заклеивать что-то сколь этим пластырем еще чем-то все бесполезняк они все срывают все зирают это просто ну лишняя трата пластыря так вот такой крем остался после алены это касторовое масло видите там она еще есть даже да и цинк в общем ничего больше этот опрелости от всех этих дел но он идеально белое покрытие имеет и он замазывает все раны знаете плотный такой вот маслянистой пленкой он залечивает и при этом он видимо вязкий на вкус тоже не нравится и цвет имеет белый что нам и надо чтобы перо потом кровоточащие еще что-то чтобы этого было всего не видно вот эту мастеру я использую вот в общем то чем лечу а забыла самое это самый еще рабочий момент это алюми спрей потрясли набрызгали получилось все серой пленкой мы закрыли вот такие вот вещи я использую в общем пишите в комментариях пожалуйста что вы используете для лечения индюшат вот ран открытых мне будет очень интересно спасибо вам большое ну и самый главный враг индюков получается это кто комары средства от комаров всем известно фумитокс или что угодно москиту в этот раз индюшонок которого укусила насекомое сейчас откроем вот он не стоит чешется дальше вот он засохла вроде немножко как бы получше ему стало но вот по необходимости пришлось все равно пересаживать к нему других индюков и они его нет нет да поклевывает но больше всего он урон сам себе наносит когда чешет это вот место лапой даже когда оно просто заживает а вот смотрите вот он индюшонок видите рожек у него расклеван замазывай не замазывай Ай! Уехала! Держи! Скотина! Так, кто это был? Неважно, давай, рассказывай дальше. Так, смотри за ними. И палку какую-нибудь длинную. Вот рожек у него расклеван. Не течет кровь сейчас. Я даже боюсь привлекать внимание. Я замазывала белой мазью, и вроде как у них немножечко отпустило интерес этот дикий. И отвлекать надо. Очень, на мой взгляд, помогает. Отвлекаем чем? Травой, пучками. Яблочко подвесить, еще что-то. Покажу, как это делается. На самом деле, основная причина это в том, что перенаселение. Им слишком здесь тесно. Но еще раз повторю, на улице у нас ночью 0 плюс 1. Они просто тупо замерзнут у нас. Поэтому приходится держать сейчас, какой, 20 мая сегодня? Вот такая температура. Поэтому приходится их пока мучить здесь. Так, у нас ЧП. Я менял воду. Не закрыл крышку. И один индюшонок выпрыгнул на пол. Когда я услышал хлопок, индюшонок лежал уже на полу. Он лежал на боку. Я подошел, попытался его поставить на ноги, но он уже как бы потерял ориентацию и падал на бок. Не знаю, то ли он головой ударился о пол, то ли что, я не видел. Я в этот момент отвернулся. Так, ну-ка, отойди от него. Так что такое вот недоразумение случилось по моей вине. Ну все, по всей видимости, он не жилец. Вот на загородку он скачал. Они выпрыгивают периодически, но первый раз он так неудачно приземлился, что, видимо, ударился такой головой. Вот с такой высоты он прилетел. Ну и походу все. Очень жалко. Сейчас Лена меня прибьет. Ну и третья ошибка, которую мы допустили с индюшатами по своей невнимательности, это вот смотрите, что мы сделали у одного индюшонка с ногами. С ногой. Это резиновые колечки, которые мы нахваливали, которые сами должны перескакивать на следующее деление. Вот видите, у всех перескакивали, а вот у одного не перескакивало по какой-то причине. И вот так пережали мы ему лапу. Не знаю, фатальная это ошибка или все-таки у него наладится. Он ходит, но видите, какие, да, увечья мы нанесли ему. Вот, и поэтому мы у всей птицы, кстати, вот хвостик, смотри, не обрезали один. Возьми ножницы, он обрежет. Все. В общем, мы, видите, колечки заменили на вот такие стяжки пластиковые, на хомуты. Вот. И обязательно вот этот кончик нужно обрезать, потому что они начинают клевать и могут затянуть его просто-напросто. И будет тот же самый смысл, как и вот эта вот резиновая утяжка у нас была. Вот. Вот, на две лапы мы повесили эти хомуты, потому как боимся, что соскочит, и мы не сможем определить, где у нас биг, а где у нас хайбрид. Только это биг, да, мы изуродовали? Это биг, да, мы вот так изуродовали. Вот видите, какая у него лапа теперь. Ребят, вам показываем, для того, чтобы вы имели в виду, колечки разъезжаются, но бывает, что и вот такая ситуация. Но я думаю, что вы колечками не метите, как бы, да, но если метите, то вот обращайте внимание, что вот такое вполне возможно. Вот, так что, получается, что с 20 по 30 день мы потеряли одного индюшонка хайбрида из-за того, что вот он выпрыгнул неудачно на пол. Ну, все на этом. Надеюсь, что информация была вам полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока! Настоящий птицевод. Как дела? Они смотрят, да, на это? Ага, смотри, какая дырка большая. Выклевали? Ага. Видишь? Дырочки, видишь? Да, вижу. Ну, естественно, они поднимут. Это правильно? Да. Это кто повесил им яблочко? Это мы.